Обсудим эту тему с Павлом Грудининым. Совсем недавно он тоже выдвигался от коммунистов на пост президента России. Павел Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете поведение коммунистической партии вот в этом избирательном конфликте? Ну, в частности, господина Зюганова, точнее, товарища Зюганова. Как адекватное поведение лидера, который не хочет, чтобы кто-то вышел за правовое поле. Ну, а каким образом можно было бы добиться справедливости в этой ситуации, не выходя за правовое поле? Как вы считаете, может ли власть услышать представителя коммунистической партии? Там же явно есть намеки на искажение результата выборов. Ну, вы же сами только что сказали, что появились, то есть цитировали Зюганова, который сказал, что появились нотки конструктивного диалога с Панфиловой. Ну, надо подождать 10 дней, надо понять, что Панфилова собирается делать. Всем без исключения понятно, что выборы фальсифицированы, причем самым наглым, самым, скажем так, отвратительным способом. Но власть-то еще пока ничего не сказала. Поэтому нет смысла объявлять голодовки, и нет смысла, на мой взгляд, выходить на улицы, пока власть не проявится полностью. Как вы считаете, есть ли шанс, что власть, каким-то образом переиграя ситуацию, пересчитает голоса, Ищенко действительно станет губернатором? Надежда умрет последней, говорят. Ну, мы надеемся, что здравый смысл возобладает. Потому что, ну, никто вообще в этой стране не верит в честные выборы. Но настолько нечестные выборы, это первый раз, по-моему, за 20 лет. Так безобразно и бездарно фальсифицировать результаты могли только, вот, наверное, в Приморском крае определенные вот эти силы. И Единая Россия, по-моему, не зря называет партией жуликов и воров. Она даже результаты выборов украла таким вот циничным образом. Как вы считаете, за этим пересчетом или недосчетом кто стоит? Местные руководители или это федеральные указания, вот по вашим впечатлениям? Знаете, я так слышал, что туда выехал один из ответственных руководителей администрации президента. Господин Кириенко? Нет, нет, нет. Ниже рангом, но тоже достаточно, скажем так, набирающий силу чиновник. Вот, и я думаю, что там не обошлось без мнения из Кремля. Вот по вашим впечатлениям, в самой коммунистической партии сейчас есть некоторое ощущение триумфа? Ведь коммунисты лидировали не только в Примории. В принципе, можно сказать, что какое-то произошло переосмысление о роли коммунистической партии на фоне Единой России в России. Ну, знаете, мне кажется, что триумф, наверное, вот в чем. Хотя я беспартийный, и не надо меня, скажем так, я не высказываю мнение о КПРФ, я вам скажу, собственно, личное мнение. А коммунистам удалось в Приморье добиться того, что на второй тур пришло людей больше, чем на первый. А любое увеличение явки играет против власти сейчас, потому что приходят люди недовольные и неангажированные. Люди, которые, ну, скажем так, на них нельзя оказать давление, как на бюджетников, они не подчинены определенным, скажем так, чиновникам, поэтому они высказывают собственное мнение. И поскольку людей пришло много, ну, достаточно много, хотя не так много, чтобы вообще сломать вот этот, скажем так, сценарий Единой России и чиновников, то они оказались, то есть, я имею в виду, власти оказались не готовы к этому. А потом, когда они уже начали поздно, конечно, переписывать все и вся, показалось, получилось, ну, совсем топорно. Ну, это видно. Ну, слушайте, вот, что касается того, что говорит ЦИК, то она, эти-то, президентские выборы называли самыми честными. И поэтому у меня так особое мнение к тому, что говорит ЦИК. Но понятно другое, что власть просчиталась, и протестные настроения, и кандидатура Ищенко как своего. Все-таки он приморец, и всю жизнь жил, и вырос там, и какой-то там варяк приехал, который все карасиков ловит. Поэтому понятно, что он обязан был выиграть. Но не обязан, потому что так сложилась ситуация. Ну, а власть не захотела этого. А вы не жалеете, что вы в этот раз не пошли на губернаторские выборы? Вот, смотря на успех коммунистов в регионах, можно предположить, что и ваш успех был бы каким-то образом запрограммирован, особенно учитывая вашу высокую узнаваемость в стране? Слушайте, я бы не... Муниципальный фильтр, это однозначно. Не прошли бы, вы считаете, да? Нет, не прошел бы, конечно, все это знают. Вы же видели, что случилось в Владимирской области с Шевченко? Просто власть настолько уверовала в то, что она вообще непогрешима, что пропускает, как они считают, слабых кандидатов. Но я считаю, что сейчас властные кандидаты могут проиграть любому. Если вы сейчас убрали, представьте себе на секунду, что в России хоть раз пройдут честные выборы, то Иисусник выиграет у Единоросса, это точно. Спасибо большое. С нами по скайпу был на связи Павел Грудинин, бывший кандидат в президенты России, директор совхоза имени Ленина.